Итак, сегодня я хочу посадить за игроками вообще, чем они занимаются, когда все в школе. Ну, сейчас 8 утра, конечно, но я думаю, в основном люди уже в школе, как бы. Сейчас будем заходить перекон, сидеть за игроками. Я, как бы, не единственный администратор сети, еще есть Яна, получается, Валкер, которая тоже третий уровень админки. Но, думаю, она нам мешать не будет, потому что она отвечает на свой репорт, а мы именно будем сидеть за игроками. Ну, и, конечно же, наказывать тех, кто нарушает правила сервера. Поэтому, пацаны, смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и не забывайте подписываться на канал. Короче, чувак, репорт написал, это просто такой хит, пацаны, сейчас я вам прочитаю. Короче, пацану репорт пишет, можно трахаться с помощью команды, извиняюсь за выражение. Бля, ну это сильно, конечно, такой вопрос, задать в репорт. Надо будет разработчикам зайти, посоветовать, добавить такую команду, чтобы можно было заниматься любовью с помощью команды. Вот это, вот это просто будет мега обновление, пацаны. Еще один репорт, пацаны, дайте ПЖ 200 тысяч, я задонатил в игру тогда ПЖ. То есть, он хочет, чтобы он дали 200 тысяч, и только тогда он задонатит в игру. Ну, блин, это как-то очень глупо. Онлайн почти 200 человек. Я реально удивлен, как бы, ну, вторник сегодня, по-моему, и онлайн почти 200 человек в такое время. Нормально, да, так пацанчик на встречке едет, вообще ему похуй, я так понял, да? Ну, блин, как бы, ты ж полицейский, братан, ну надо соблюдать же ПДД. Ну, шо ж ты робот, что-то, связаешь, ну, шо ж это такое. Братанчик, ну тебя можно, в принципе, наказать. Ну, блядь, он просто катается. Ладно, если бы он куда-то там на вызов ехал, но он тупо катается, и все, смотрите. Давайте даже за ним просто посидим, чтобы убедиться в том, что он просто катается. Ну, блядь, даже видно, что он просто катается, и все. Братан, ну не ходи. Фиг по-австрийски катается. Ну, молодец, братан, молодец. Смотрите, что он вытворяет, смотрите. Ох, каскадер, еб твоё налево. Не зря я за ним начал следить. Все, развернулся, поехал назад. Передумал, короче. Ну, по-любому он пруду покатается, ну, у него нет никакого вызова. О, по-австрийски катается. Ну, братан, ну, блин, ну зачем? Срезаешь, блин. Ну, придётся посадить, шо делать? Хотя у него 70-й уровень, реально. И он тупо вот такой хернёй страдает. Ну, ещё и ПП шут, ебать. Давайте я ему 30 минут дам, короче, номер поезда. Всё, на 30 минут он у нас отлетает. Пусть отдохнёт. Подумает над своим поведением. Ну, реально, блин, ну, вы видели, пацаны. По-встречке, блядь, виляет по дороге. Потом по полям поехал. Ну, он мне пишет, полкана, хули ты садишь за НРП езду. А шо, ему всё можно, или шо? Я не понимаю, типа, ну, это нормально, то, что он по-австрийски катается, там, туда-сюда. Он меня клоун назвал. Я просто с ним нормально поговорил. Как бы, он мне рассказывает, то, что у меня вилка в клаве, там, я хотел спрыгнуть с мотоцикла. Ну, вы видели, как бы, сами, то, что у него ничего такого не было. Он просто катался и страдал хернёй. Четвёртый уровень. Нихера себе, а это его машина, интересно. Эта машина стоит, по-моему, 10 лямов где-то. Нихера себе. У пацана четвёртый уровень, он седьмой ранг в мафии. И у него есть Р8, которая стоит, там, где-то 10-15 лямов. Неплохо пацан живёт, реально. Красавчик, шо я могу сказать? Ну, реально красавчик. На четвёртом уровне уже такая машина приличная, типа. Как он называется? Дюна, Дюна, вот, вспомнил. Хотел сказать монстр, но это нихера не монстр. Хотя у него с боку написано монстр. Ну, типа, не знаю, есть ли смысл себе такую тачку покупать. Ну, в чём её вообще прикол? Да, я знаю, что её можно машин там переворачивать. Но именно, как себе личную тачку покупать, я не знаю, есть ли смысл. Мне кажется, смысла вообще нету. Шо, он, интересно, выйдет или нет? По идее, должен выехать. Ну да, по идее, да. Вообще, как нехуй выезжает. Правда, то, что он по встречке катается, это такое себе. Ну и шо, он пацану тупо тачку взорвал. Давайте я помогу тачку флипну. Перепарковал. Давайте я сейчас тоже в Димарган перепаркую, хочешь? А где тачка делась? Так, давайте сейчас эти вбортируем к себе. JetHare Car 101. Проезжайте, не стойте, пожалуйста. Бля, у них шо, бензин закончился? Видос плюс. Чё-то каниста там надо кому-то. Давайте я заправлю. Просто помогаю всем, называется. Опа. Так, чё у нас происходит? Дем, да? Или он не по нему стреляет? Что-то я немножко не понял, куда он стреляет. Но в итоге он резался. Это ограбление. Понимаю. Перестрелочка, перестрелочка. Не, ну, по идее, они первые начали его демить, поэтому, в принципе, его можно наказать за ДМ. Ну, а тот просто, как бы, ну, отреагировал на них. Ну, они первые начали по нему стрелять, как бы. Хотя он даже, он по встречке ещё ехал, да? Ну, его можно за встречку наказать, а его наказать за ДМ. Короче, я с этим пацаном переговорил. Ну, по идее, да, ДМ по сути не было. Ну, бля, если бы не отбойник мешал, он бы по нему стрелял. Ну, в принципе, я думаю, можно его, как бы, выпустить. Мы с ним тут поговорили. Ну, блин, то, что они хотели РП-шку сделать, ну, блядь, на полицейской машине, это бред, конечно, делать. Но, по сути, он по нему ни разу не попал. Когда он по встречке ехал, и он по нему стрелял. А тот в него въехал, и первый вышел, начал стрелять, как бы. Всё, давайте его выпустим, в принципе. Ну, блин, спорная ситуация. Вот, не люблю такую хуйню, реально. Не люблю просто такую хуйню, когда вот такие ситуации, блядь, непонятные. Здесь я случайно видел то, что пацаны Мерседеси всех дэмят, и решил за ними посидеть. Как оказалось, один из них был лидером какасской мафии. Именно он всех дэмил сагда. Я просто из этого охренел, когда узнал. Изначально не знал, что это лидер, ну, как бы, просто ушёл в спек, и всё. Они начали чувака просто прессовать на БМВ. Врезались с него, потом расстреляли. Но, в итоге, вот этот Олег, лидер, получил наказание 30 минут, как бы, КПЗ. Ну, и также потом я выдал наказание водителю. Но на этом, как бы, всё не закончилось, потому что они потом начали меня жёстко расскорблять в чате семьи. Когда вы спекаете за игроком, то автоматически вы попадаете в его семью, и видите чат, как бы, семьи. И я их немножко так патроллил, без обидно вообще, без оскорблений просто, ну, там, пару слов написал. Один вообще мне написал, чтоб я сдох, там, туда-сюда. Ну, реально, больной просто человек. Да, я посадил, допустим, там, лидера или его друга, я не знаю, кто он ему является. Но писать, как бы, админу, то, чтоб он сдох, типа, из-за игры, я считаю, ему нужно сходить в больницу провериться. Потому что нормальный человек такого писать не будет. Ебать, я тут голливудский фильм просто смотрю, ебать. Боевик, нахуй, вообще. Первый просто эти, как его, первый кассцены просто. Я и то записываю вообще, и хаваю, короче. Ну, тут такой боевик начался, что я решил это даже на запись включить. Это, конечно, сильно, пацаны. Просто подъезжает машина, тут на крыше, начинает стрелять. Начинается развязка, ебать. Вам пизда, пизда. Смотри, смотри, да, нахуй. Пизда, да, ебать, да тебе, сука, да. Ебаш его, ебаш. Братан, я в тебя верю, ты можешь. Ты можешь, брат. Ты можешь. С двух сторон, захуярили. Не-е-е-ет. С двух сторон, сука. Надо, двести, три, шестой. Ну, что они там дальше будут делать? Все? Приехали и уехали. Убила. Ух ты, Анастасия. Е-мое. Киллер ты прирожденный мой. Ммм. Какой батончик вкусный, пацаны. Вы бы только знали. Ммм. А пахнет як. Ай-яй-яй. Все. Боик закончился. Я думаю, будет подольше и поинтереснее. Ну, на этом спасибо, в принципе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...